Всем большой приветик! Давненько мы с вами не виделись, не снимала я так месяц, ну, больше месяца, и не раскрашивала тоже, но у меня есть что вам показать, наконец-то я добралась до видео, вот, как бы, посмотрим, вернусь обратно или нет, ну, в смысле, я совсем канал не бросаю, сразу скажу, просто такой период, видимо, морально я иссякалась полностью везде во всем, вот, а сегодня я покажу свои покупки за несколько месяцев, естественно, это не за один день, заказывала я часть из этого вообще в начале декабря, давайте первое покажу самого такого неинтересного сейчас сразу и уберу это, ну, во-первых, это вот этот коврик, правда, по размеру он меньше, чем я думала, чем хотела, вот, но зато красивенький, в общем, первое, что я купила, это вот такую вот бумагу для печати, вообще, здесь написано, что это для лазерных принтеров, вообще, случайно про эту бумагу узнала, в Монде саму фирму знаю, упечатала на такой фирме, но бумага у меня эта появилась благодаря моей подружке, у нее муж в ТСЖ работает и у них такая вот бумага была, это достаточно дорогая бумага, за 125 листов я отдала две, ну, две тысячи ровно, 1900 там с копейками, почти две, вот, это со скидкой, без скидки, конечно, подороже эта бумага стоит, и ее очень редко где найдешь, в основном только Озон ее видела, вот, и брала как раз-таки ее на Озон. 250 грамм, хорошая достаточно плотность, вот, я на ней сейчас печатаю ПДФки, потом уже поподробнее расскажу, когда хоть что-то там раскрашу, она, мне давали попробовать на 300 грамм, мне понравилось, и я решила, что я возьму все-таки такую бумагу, вот, и раскошелилась на такое дорогое чудо, целая полноценная раскраска, вот, так, и давайте дальше смотреть, что я все-таки купила уже, по раскрашиванию, и не только, кстати, я еще и вязать начала, но вяжу я чисто из ручной пряжи, вот, с обычной пряжей у меня никак вообще дела обстоят, тоже ее заказала, купила, хотела в этом ролике показать, но, наверное, нету смысла. Первое, что хочу показать, вот эту вот раскраску, вообще, почему я ее взяла? Случайно. Как многие знают, наверное, немножечко будет болтовни, если что побольше, потому что я соскучилась, конечно же, по вам и по съемке, наконец-то снимаю, вот, и даже радуюсь этому, вот это да, это хорошо, это классно, немножечко восстановилась. В общем, история этой раскраски, я ее хотела, естественно, купить, она у меня лежала в отложенном на Валберес, как вы знаете, Валберес у нас делал платную доставку за 750 рублей до нашего города, хотя склад может быть и екатеринбургский, это не так далеко от нас, грубо говоря, вот, но в любом случае доставка была платной и чересчур дорого это было, вот, и в какой-то момент, ну, у нас были обходные пути, как доставку делать бесплатно на Валберес, естественно, все этим пользовались, но в какой-то момент после обновления приложения эта функция пропала. Ну, а тут в интернете появляется, кстати, пока буду открывать, буду рассказывать. Тут в интернете вижу в нашей группе пост о том, что Валберес опять, типа, а, ну, то, что доставка перестала быть, короче, ну, то есть то, что больше мухлевать мы не можем, но решила почитать комментарии, пока читала комментарии, наткнулась на много комментариев о том, что да ничего такого, все мы заказываем бесплатно, также дальше и мухлюем, все нормально, никаких проблем, типа, нету. Ну, я решила проверить, вот, а еще кто-то написал, что так вообще можно и без оплаты заказывать, ну, при получении уже потом оплачивать. Ну, я решила проверить, думаю, да нет, неправда, сделала скрины на каждом шагу, что это невозможно сделать, что все, приложение обновилось и больше вы не закажете нормально. Вот, ну, к счастью или к сожалению, все-таки я попробовала оформить заказ на эту раскраску. Заказ оформился, никаких лишних денег с меня там не пытались снять за доставку, доставка также бесплатно с нашими махинациями проходила, вот, и таким образом мне эта раскраска и досталась. Ну, думаю, ну, ладно, раз досталась, значит, она мне придет, так еще и без оплаты. То есть, я за нее не платила, а потом уже, когда получала, оплатила заказ. Так, ну, давайте теперь смотреть. Здесь такие, вот такие вот рисунки, это, да, городской пейзаж именно, хотя тут как бы не везде пахнет городом, ну, наверное, это для животных город, да, где-нибудь там в Африке, вот, это тоже, в принципе, для кого-то, видимо, город, ну, и здесь точно так же. Ну, ладно, пусть это тоже, почему имеет место быть. Симпатичные картинки, рисунки, конечно же, не знаю, попробую, может быть, уже в этом месяце попробую, приступить. Такой большой формат, надеюсь, вам там хоть что-то видно вообще, потому что немножечко приблизила камеру, чтобы поближе было все. В общем, классно, надо попробовать все, что можно сказать про эту раскраску. Тут вот фон, уже одна раскраска, только чего стоит, уже считается фоном. Так, немного еще тоже по бумаге сейчас покажу. Я видела Юлия Мельченко, это художница, в принципе, она много мастер-классов показывает. В общем, она рекомендовала вот эту фирму бумаги, но бумага это склейка. Склейка, чем плоха для принтера, то, что клей можно не до конца все-таки зачистить с бумаги, а если и зачистить, то повредится все-таки край бумаги. Ну, ладно. Вот, допустим, на белый, да, у меня повредились края, но не страшно, я только один, по-моему, лист пробовала. Вот, бумага хорошая, такая средней гладкости, где-то, я бы сказала, плотность 250 грамм, как и первую на видео бумагу я показывала, тоже такая же плотность, но та бумага намного глаже, чем вот эта. Но буду печатать и здесь, и здесь, и смотреть, может быть, даже будут повторки, потому что вот первую бумагу, которую показала, я все-таки отдам своему другу, он распечатает именно на лазерном принтере, и если лазерная печать лучше, вот, то будут у меня повторы, я ничего в этом такого не вижу, обязательно можно будет и повторить рисунки, да, то есть раскрашивание я не бросаю, в любом случае я буду красить портреты, хоть изредка тоже буду красить, и думаю, что за 5-6 лет уж явно навык улучшится, и, возможно, захочется что-то повторить. Вот, эта бумага вот у меня, допустим, она такая кремовая, я уже вот несколько листов отделила, хорошо зачистила, все нормально, в принципе, почти ничего не повреждалось тут, вот, достаточно хорошо, и тоже буду пробовать и на такой бумаге печатать какие-то портреты, тоже их буду раскрашивать, вот. Так, тут что-то у меня какой-то лист, а это вот у меня пробная печать, Мариола Водек, ой, фу, Мариола Водек, да, конечно, Лана Грин, вот, это Лана Грин, я тоже пробовала там настройки и так далее, в общем, но уже распечатаю как положено, этот листочек будет у меня как этот, запасной какой-нибудь, и надеюсь вообще, что в камеру мы там хоть как-то помещаемся. Так, по раскраскам, ну, мы пойдем, да, по раскраскам, давайте сейчас покажу туда PDF-ку, которую я распечатывала, это Энис Гюрера, я ее, возможно, показывала, но не показывала уже в шитом варианте, мне же, я же купила брошюратор, брошюровщик, по-разному называют, единственная проблема, пружина у меня, так, 11,3, по-моему, в общем, 11 миллиметров, и листы-то тут плотные, да, то есть тоже по 160, по 150, ну, по 200 грамм где-то примерно, 180, может быть, чисто, не помню уже точно, на какой бумаге печатала, да, тут разная, по-моему, бумага, и я же хотела-то, чтобы был, зачем мне вообще нужен был брошюратор, это, чтобы плот, ну, достаточно толстый делать раскраски, да, но проблема получилась такая, что, к сожалению, зажать пружину ровно не получается, когда очень много листов, мне пришлось части отсюда убирать, вот, и почему-то все-таки по фотографиям, когда печатаешь цветную картинку, я пока не могу так понять печать принтера, он слишком много зеленого тут добавил на эту иллюстрацию, поэтому пока что будет так, а дальше посмотрим, вот, как раз-таки, это 300-граммовая бумага, на которой сейчас распечатана обложка, в общем, Эннис Гюрера я все-таки сшила уже в раскраску, может быть, было бы хорошо заламинировать, не знаю, посмотрим, еще, в общем-то, возможность есть, вот тут у меня как раз ламинированная, либо мне пленку для ламинатора нужна более плотную, чтобы обложка была тоже более плотная, вот, так что такая у меня появилась раскраска, так, ну, следующее, это у меня заказ на лого-бук, я его делала в начале декабря и получила я его только уже, сейчас скажу так, я не понимаю, февраль, феврале, вот, ну, конечно же, уже зима заканчивалась, а у меня были там зимние раскраски, начнем пока с этих двух, первое, это вот такая вот, очень хотела я зимнюю раскраску, чтобы зимой пораскрашивать побольше, именно по номерам, и чтобы был достаточно большой узор, то есть, чтобы было легко раскрашивать на одном дыхании, да, и слишком много мелочевки не хотелось, нет, ну, тут кажется, что есть какая-то мелочевка, но тут по палитре все очень просто, вот, поэтому и пал выбор на эту раскраску, давно на нее смотрела, потом все-таки как-то вот нашла обзор, есть, конечно, мелкие иллюстрации, но, правда, это не самое страшное из того, что я видела, да, в сравнении с Форест, или Форест, там, Дюмонт этот, который зеленый, где лес напечатан, там-то вообще мелочевка мелочевкой, еще и палитра пипец какая, в общем, такая вот раскраска зимняя у меня еще появилась, мне понравилась, классная, вот, буду потом уже, уже к 23, ой, к 24 году буду раскрашивать, вот, в принципе, я думала, что, может быть, получится выбрать какие-то иллюстрации не совсем новогодние, но, ну, тут зимнее все равно, в любом случае все зимнее, поэтому никак тут не получится что-то другое выбрать, да, вот, и уже, в принципе, для марта тоже здесь поздновато, если бы я вот как раз в феврале сразу начала раскраску, то можно было бы красить, и было бы хорошо, и еще одна раскраска, которую приобрела, тоже зимняя, Winter Wonders, это наподобие, сейчас даже покажу, в принципе, все уже знают, это у нас российские две раскраски выпускали, вот они, по размеру они разные, да, по-моему, ну, да, вот, немножечко побольше, иностранная версия, российская такая, сразу видно, что качество обложки вообще разное, ну, и стоимость, конечно же, тоже разная, тут прям, ого, плотный какой картон, тут грамм где-то 350, мне кажется, а тут все 500, в общем, понятно, что качество будет разное, ну, просто было интересно сравнить и вообще посмотреть на качество печати вообще самой, так, я, кстати, у Панги увидела эти, эту раскраску, по-моему, если не ошибаюсь, то ли хаски она раскрашивала, то ли что-то вот она такое интересное тут красила, да, наверное, вот эту вот хаски красила, но могу ошибаться, если честно, и, в общем-то, я решила, что я хочу тоже такую раскраску, вот, и я ее заказала на LogoBook, понятное дело, что очень долго ждала, естественно, только в феврале получила, тут пропечатано все хорошо, никаких вопросов нету, я не скажу, что прям мелко, как в обычных наших раскрасках, которые цветовой квест, животные, города, кто знает, вот тут вот примерно точно то же самое, наши прям ухудшили такие, ну, подобного типа раскраску ухудшили конкретно, то есть тут хотя бы что-то видно, более нормально распечатано, максимум, что здесь самое мелкое, это вот такие вот квадратики, а все остальное вполне себе нормального размера. Так, давайте дальше смотреть по раскраскам, следующая серия, тут прям по сериям у меня, по номерам все то же самое, три раскраски, первая это Enchanted World, как-то вот смотришь, когда кто-то раскрашивает, там столько разных картинок интересных, столько, кажется, что легко раскрашивать, крупные детали, когда ты получаешь это в реальности, вживую, начинаешь смотреть и думаешь, да блин, тут же тоже много мелочевки, в принципе, так оно и есть, тут тоже много мелочевки, но попроще, как happiness, happiness такая тоже не самая сложная и не самая легкая, да, и вот это, в принципе, туда же, вот здесь куча разных разнообразных иллюстраций, можно красить в любое время года, это мне, конечно же, тоже нравится, вот, тут вот очень много крупного тоже, есть очень легкие иллюстрации, сейчас вот жду еще одну похожую, только large принято называется, там, я так понимаю, что большие, ну, имею в виду печать, видимо, наверное, по мелочевке меньше, короче, вы поняли, да, в общем, классная раскраска, на самом-то деле, в принципе, сейчас вот пролистала, вроде бы-то и нету, тут слишком много мелочевки, достаточно крупные детали, значит, вообще на ура зайдет эта раскраска, ее я точно оставлю себе, вот, естественно, я раскраски некоторые покупаю с учетом того, что я их могу не захотеть красить со временем и, естественно, я их могу подарить, у меня есть кому подарить и просто вживую, в реальности, и подруге, и свекрови своей, в общем-то, да и другим девчонкам могу, а могу сделать конкурс тоже так же, да, на подарок кому-то что-то отправить, но это точно остается мне, но под вопросом у меня вот эта вот раскраска прям пипец, то есть вот тоже девочки красят все круто, красиво получила и понимаю, что здесь вот мелочевки как раз-таки много, вот от Landscapes избавила, да, кому-то понравилось, ну, взяла вместо нее другую с мелочевкой, картинки также красивые, палитра, в принципе, одна и та же, спиртовыми здесь прям хорошо будет красить, но мелкотня, ну, тут еще, да, тоже мелко, в принципе, вот, я считаю мелко, ну, тут еще, ладно, более-менее, это тоже еще, в принципе, норма, но тут вот мне очень удобно будет красить, то есть есть такие иллюстрации, ну, над которыми придется посидеть, ну, ладно, ничего страшного, вот это вот очень тоже много мелочи, здесь вот неудобно будет красить, Ну, в общем, такие есть тут картинки, которые не совсем легко будет раскрашивать. Я имею в виду по времени. То есть, по идее, это, в принципе, оно легко, просто по времени будет более затратно. Ну, и такие-то тут есть картиночки. Я думаю, все уже прекрасно знают эти раскраски. Ничего нового я вам тут не показала. Ну, и последняя из этой серии. Это, конечно же, новогодняя. Я не могла ее не купить. Вот, давайте смотреть. Здесь такие есть незамысловатые рисунки, конечно же. Есть что-то более интересное. Есть что-то более простое, по типу узоры, вот эти вот паттерны, да, по типу конфетки такие вот. Там, конечно, мелочевка будет, скорее всего. Сейчас посмотрим. Ну, а так, вроде бы, такие простенькие. И фонов много где нету. Должно быть легко раскрашиваться. И давайте смотреть вообще, что как. Ну, мне так ощущение, что тут уже бумага, что-то так пошло не так. Так, бумага как будто стала офисная. Возможно, кстати, издательство другое. А может, мне просто так показалось. Ну, нет, мне кажется, вот в этих раскрасках поплотнее бумага, чем в зимние. Зимние прям тогда ухудшили. Так, здесь у меня ничего не сказано. Тоже Аркторус, в принципе. Где у нас тут? Ага, понятно. Печать в Китае. Ха-ха! Printed in China. А здесь у нас что пишут? В принципе, фирма-то то же самое. Здесь. Ну, да. Тут, получается, и Чешская Республика, наверное. Не знаю, как правильно. В общем, понятно, почему качества разные. Это Китай печатал. Все ясно. Ну, ладно, односторонние иллюстрации. Справимся. И с такой раскраской я даже не обратила внимания. По цене, да, по-моему, не было сильно какой-то разницы. Ну, ладно. Я и не... Что-то как-то не туда. Ну, в общем, тут вот зимние все картинки, понятное дело. Ну, останется уже на следующий год. Я имею в виду к следующей зиме. Так как все-таки у нас уже весна. Скоро лето. Осталось два месяца. Пролетят они очень быстро. Вот. Хотя, смотрите. Ну, это как бы февральское. Но на весну подходит иллюстрация. Можно уже и сейчас начинать. Оп. Интересненько. Можно попробовать. В общем-то, есть. Ну, в марте еще можно что-то здесь раскрасить. Потому что, ну, март... Да не только у нас в Оренгое. Много где март еще холодный. Но тогда это более-менее интересно. С данной раскраской. Так. Поехали дальше. Последние две раскраски в сегодняшнем видео. Вот. Я сегодня получу еще одну посылку. Но эта посылка, скорее всего, удосужится отдельного видео. Так. Ну, давайте смотреть последние две раскраски в этом видео. Это вот такие. Опять Новый год. Да. Все, Новый год. Ну, вот только недавно доехал, да? В феврале ко мне приехал. Здесь много паттерных таких картинок. Но я взяла. Зачем? Не знаю. Может быть, буду раскрашивать. Может быть, нет. Пока не определилась. Вот. Как-то у меня нахлынуло просто в декабре на заказать себе кучу раскрасок. А отказываться я не захотела от них. Ну, отказалась от двух, ладно. От одной книги и от одной раскраски отказалась именно. А эти все-таки забрала. Вот. Сейчас жду еще пять раскрасок. И еще две камни должны, точнее, не ко мне, а на логобук должны приехать. Все, беру на логобук в основном. Очень редко беру у перекупов. И иногда, бывает, заказываю я раскраски сама через посредников. Там, конечно, подороже выходит из-за доставки. Точнее, даже из-за покупки. Но меня устраивает такой вариант. Так, ну и последнее. Это вот такая вот классикс калоринг. Тоже диснеевская, естественно. Здесь сто картинок. Вот вторая мне идет. Другая версия такой же раскраски. Ну, там другие картинки. Вот ее я оставлю. А вот это, возможно, подаю подружке. Потому что паттерны она любит. Ей нравится. И я думаю, что... Ну, и Дисней ей тоже явно понравится раскрашивать. И давайте посмотрим, какие тут есть картинки. Тут разные. Вот Пиксар. Тут даже разделено на разные ветви этих. Что-то выпускает у нас Дисней. Да. Так. Ну, в общем, в принципе, тут тоже много чего интересного на самом деле. Но посмотрим. Вот вторая раскраска придет. Я ее тоже полистаю. Может быть, мне та все-таки больше понравится. Или эта понравится больше. Но одну, наверное, думаю, что все-таки я подарю подружке. А там будет видно. Потому что я-то явно столько не раскрашу. Да. И как бы... Почему бы не подарить человеку, которому такое нравится? Вот. Я думаю, что она бы оценила. У нее только... Она только начинает раскрашивать. Ей это все очень сильно интересно. Поэтому по-любому будет довольна. Если что-то такое можно было бы подарить. Вот. По раскраскам все. Давайте я их сейчас уберу в сторону. Но у меня есть немножечко такие тоже творческие, да, покупки. Больше канцелярские. Не канцелярские. Именно арт-материалы. Да. Вот. Так будет правильно и выразиться. Отодвигаемся в добру сторону сейчас. И давайте смотреть, что же я еще купила. Естественно, акриловые марки. Они у меня уже почти год лежат в корзине. Сначала на Алиэкспресс лежали. Сейчас теперь уже, естественно, заказала на Валберес. Вообще интересно, я хоть в кадре. Ну, вроде бы как в кадре. Так. И набор кистей. Давайте пока что с кисточек начнем. Кисти я заказала вот такие. Заказывала тоже на Валберес. Кстати, сейчас Валберес после разборок со своими пунктами, да, то, что сейчас происходит у Валберес, они нам сделали все-таки бесплатную доставку. Еще и скидку 5% при покупке СПБ или как-то так. Я редко, конечно, такой функцией пользуюсь, но иногда пользуюсь и для Валбереса, наверное, буду пользоваться тоже. В общем, я взяла такой набор. Обошелся он мне, наверное, рублей в 600-700. А может и в 1000, слушайте, я что-то и не помню. Но телефон у меня, конечно же, снимает. Поэтому я вам, если прикреплю в комментариях ссылку, то хорошо. Не в комментариях, а в описании к видео, если не забуду, постараюсь. Вот. В общем, такие вот кисточки. Я давно хотела вот такие кисти. Мне было интересно попробовать. Я хочу заказать большой набор акрила Таир. Ну, в будущем, не сейчас, когда он появится. Его сейчас нет в наличии. Большой набор акрила Таиры. И, возможно, буду даже какие-то скетчи делать, кто его знает. Есть у меня парочка примеров. Тут такая же поменьше. В общем, разные. Тут и для акварели в целом-то могут подойти. Но вот эти вот я под акрил брала. Ну, мастихин у меня есть. И, наверное, такого же как раз-таки размера. Поэтому мне он в целом не нужен. Ну, пригодится. Мало ли, вдруг. В общем, такая вот. Единственный минус этого набора. Он вонючий. Он пипец какой вонючий. Ужасно. Настолько воняет, что мне пришлось, когда было открыто окно, пока у нас тепло было, мне пришлось его положить на подоконник, так, чтобы он выветрился. Иначе это полный пипец. Я заказала в таком оформлении. Есть разное оформление. Но мне понравились больше вот эти приглушенные оттенки. Единственное, что пенал черный. А есть еще примерно с таким же оформлением, только с серым пенальчиком. И серый пенальчик был бы, конечно, симпатичнее, но его не было в наличии. В общем, такие вот кисти. И, понятное дело, такие вот маркеры. Давайте сейчас быстренько на каком-нибудь листочке, какие у меня тут есть, приближенном, близко, точнее, которые лежат, мы с вами немного выкрасим. Здесь 30 штук за 1805. На Балберис я взяла этот набор. Вот, сейчас открою. Он тяжеловат открываться почему-то. Непонятно почему. Веса, видимо, мало в коробочке, чтобы он выпал. Ладно, придется по-другому открывать. Как-нибудь по-другому сейчас попробуем справиться. Мне нравится оформление. Как и самих маркеров, так и самой коробочки. Конечно же, они так в коробочке и будут храниться. Вот. И здесь пока что такие пастельные оттенки. Набор, он, наверное, и есть с пастельными оттенками. Ну, в общем, такие легенькие оттеночки. Очень симпатичные. Часто в раскрасках. Также буду в ашитовских раскрасках использовать. Да не так же, наверное, только там и буду. Ну, мне кажется, что все-таки акриловые маркеры так и так полосят. Как и все остальные. Ну, я лично не встречала ни одних маркеров, которые не полосят. Ну, спиртовые же ведь тоже полосят. Вот. Но это хотя бы акриловые маркеры кисти. Дешевле, чем поска. Поска это просто пипец. Вот. Давайте разные оттенки потестим. Ну, вот красный как будто и бледный, и суховатый. То есть вот синий хорошо красил. А этот уже как-то не очень. Надеюсь, они не подсохшие. Потому что будет обидно. Во-первых, цена не дешевая. На самом деле, 1805. Без всяких там скидок. Ну, может быть, конечно, я слишком дорого взяла. На Алиэкспресс они еще дороже. Прям по 2000 продаются. Вот. Ну, будем надеяться, что нормально. Даже телесные есть вообще отлично. Дисней, конечно, будет хорошо. Вот этот мне нравится, телесненький. Сейчас проверим. Да, красота такая. Просто вообще. Ну, я не стала брать которые наборы, где там 60 штук сразу. Да, не от Artex, а от каких-то других фирм. Вот. Я решила, что я уж возьму лучше Artex. У них есть еще три набора. И четвертый металлический. Вот. Попробую пока с них начать. Здесь два поддона. Вот. Специально есть такие прорезы. Здесь, чтобы можно было открыть. Тут уже такие более темные цвета. Давайте вот этот потестим. Достаточно тоже популярный. Лавандовый такой, да, цвет. Красивый. Так, что у нас тут? Ну, написано, что браш. Цвет, по-моему, тут не указан. Единственное, что вот, да, тут что-то есть. Буквы, цифры. Возможно, что-то и есть наименование цвета. А так, нумерации никакой в целом больше нету. Давайте сравним сразу, что тут одинаковые цифры или разные. Нет, цифры одинаковые. Значит, нумеровать придется сама-самой. Вот. Так, давайте еще вот такой красивый цвет. Протестим. Сейчас еще зелененьких возьмем. Ну, оттенки красивые. Буду тоже потом пробовать выкраску делать. Посмотрю еще у Насти видео, как она там делает свои выкраски. И, может быть, так же, как она сделаю или что-то похожее. Вот. А может быть, так же по стандартному, по старинке, как у меня обычно сделано. Распечатаю просто обычный лист и просто пронумерую их. Так как у меня есть, сами знаете, наклеечки. В принципе, сюда можно будет наклеить или сюда можно будет наклеить. Да и вот на корпусный сам тоже можно будет наклеить. Поэтому не проблема. Так, ну, тоже какой-то серо-зеленый такой оттенок. Неплохой. В целом, да, симпатичненький. Давайте теперь серенький. Еще вот один светлый, такой серо-фиолетовый. Это такой синий-фиолетовый, наверное. Можно так. Ну, нет, серый. Вот тут сейчас он прям высох сразу серый. Так, ну, тоже симпатичный оттенок достаточно. Ну, и черный. Слушайте, черный интересно протестить. Да, что ты будешь делать? Рассовывайся. И... Ой, черный красивый. Насыщенный такой достаточно. И высыхает нормально. И не полосит, в принципе, в целом. А так, если видите, да, в камеру, то все-таки полосят и акриловые маркеры. Мне кажется, нет ничего не полосящего. Все у нас полосит в этой жизни. Как и сама жизнь, да. То черные, то белые полосы, то яркие, разноцветные, то еще какие-нибудь. В общем, пока что вот так вот выкрасила. И есть такой какой-то запах. Не самый лучший, но не такой прям резкий, да, что не сильно мешает. Оттенки красивые достаточно. Ну, красный, бледноватый, конечно, для меня. То есть, по колпачку он прям яркий, как и синий, как и желтый, да. Но желтый и синий, они и на бумаге яркие, а вот красный почему-то на колпачке только. Но надеюсь, что это не сухие маркеры. Вот. Мне кажется, на плотной бумаге будет очень хорошо рисовать. У меня, конечно, тут сейчас тоже, в принципе, плотная. Но не такая. Мне кажется, 250 грамм для акрила будет, наверное, лучше. Ну, именно для акриловых маркеров. Вот. Ну, и на этом все. Это с покупками именно было так. И я сейчас вот последнее, что покажу. Ну, это не покупка, а подарок. Я подруге своей много для раскрашивания подарила, да. И она мне на 8 марта в благодарность прислала вот такой вот набор для рисования в технике. Короче, сами видите, как называется. Не буду по-английски тут коверкать. Комплект море. Это этот... Боже, эпоксидка, да. Здесь, короче, эпоксидная смола. В общем, делать картину буду, шедевр. Такая вот вещь. Интересненькая. Посмотрим, как получится или нет. Ну, пока, наверное, не знаю, успею до отпуска сделать или нет. Если нет, то уже после отпуска. Как воспоминания о море сделаю, да. Вот. В общем, такие были на сегодняшний день у меня покупочки. Я довольна всеми своими покупками. Вот. Раскраски, конечно же, без них никак не могло обойтись. Без этого никуда. Ну, вот. Поэтому, естественно, я их тоже покупала все это время. Вот. Ну, по идее, это было все в один день сделано. Просто оно приходит поочередно, не сразу. Поэтому более длительно так это все идет. Сейчас логобук очень сильно загружен. И, блин, очень долго все и едет, и оформляют заказы очень долго. То есть я неделю назад практически оплатила заказ. Ну, без одного или без двух дней, как неделя уже практически, да, был оплатен заказ. И мне, не поверите, даже его еще не собрали. Даже еще отгрузки не было никакой. Просто вот собран, все, готовка отправки, ну, готовка отгрузки и тишина. Оплата принята. И ничего. У меня даже друг в Москве. Я могла бы попросить, чтобы ему доставили. Но даже этого они не смогут сделать. У них типа все загружено. Извиняйте, ждите. Не знаю, сколько, да, непонятно как. Отправка тоже не каждый день у них происходит. Поэтому, если вы готовы ждать, то можете заказывать налогобук. Но знайте, что это будет очень долго. Вот. Ну что ж, ладненько, все. Всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, вам было со мной интересно. Уж не знаю, скучали или нет. Ну, надеюсь, что скучали. Постараюсь я все-таки вернуться. Я помню про видео с работами Кирби Розанас и вообще со своими работами. Это все будет. Но так как я уеду в отпуск, вот, я еду с тремя детьми. И мне будет тяжело. Вот. Поэтому я на время отпуска отсниму просто потом наперед много видео, чтобы вам хоть что-то показывать. Так как в отпуске навряд ли что-то будет сниматься. И все остальные видео, в общем, я буду показывать уже там с мая месяца, с середины или с конца мая. Перед тем, как уеду в отпуск, я все наснимаю. И буду вам потихонечку открывать эти видео. Будете смотреть уже и на коллекцию, и на раскрашенные работы. Может быть, что-то еще новенькое придумаю. Челлендж также мой остается. Я его сделаю обязательно. Ладненько, все. Всем большое спасибо за внимание. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok